Судебное заседание 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 Мы же говорим о том, что мы имеем право защищаться в суде, в том числе путем рассмотрения дела, в отсутствии доказательств со стороны заявленных первоначальных исковых требований. Потому что, как я сказал в самом начале, мы считаем, что иск заявлен неосновательно. Есть основания для отказа удовлетворения иска только на этом основании. Ответчикам не предоставлены ни платежные поручения, ни какие-либо доказательства. Вообще ноль материала дела, ноль доказательств. В возражениях приложил одно решение суда в встречном исковом заявлении, второе решение суда прям распечатывал, где то же самое все рассматривается. И суды выносят решение в пользу граждан, которые защищают свои права в суде. Там суды не брали на себя инициативу. Скажите, пожалуйста, при рассмотрении гражданских дел, в том числе исходя из разъяснения Верховного суда, суд должен в полном объявлении всесторонне рассматривать дело? Мое мнение основано на гражданском официальном форексе, где сказано, что суд обязан исследовать все имеющиеся доказательства в деле. Если в деле доказательств таких нет, он не должен. В какой-то аргумент права это написано, что не должен запрашивать какие-либо документы? По сути, по сути, суд берет на себя инициативу по сбору каких-либо доказательств. Все, Господи, я поддерживаю свое присутствие. Суд определенный. С целью полного всестороннего рассмотрения дела, в том числе исходя из возражений и обстоятельств, изложенных по встречным исковым заявлениям и доводам стороны ответчика, истребовать в мировом суде первоначальное гражданское дело по заявлению о выдаче судебного приказа, и также документы, подтверждающие либо опровергающие обстоятельства перечисления денежных средств, предоставления денежных средств и суммы. Судебное заседание отложить. Пожалуйста, с вами суд обсуждает дату. Можно занести протокол возражения? Вы уже возражение высказали? Да, но с учетом того, что вы сейчас вынесли определенные консуальные решения, все-таки истребовать. Я хотел бы, чтобы протоколе было зафиксированное возражение. По определению суда, тут исходит из того, что нужно доказать перечисление денег. Я считаю, что это все равно не имеет никакого отношения. Более того, в исковом заявлении мы на это обращаем внимание. О том, что даже если деньги были переведены кому-либо, это не доказывает наличие какого-либо договора. Потому что, как я обращал внимание и ссылался на решение определенных судов, почему я ссылаюсь на решение судов? Потому что там есть ссылки на все нормы права, говорящие о том, что если такое и будет установлено, что деньги реально кому-то там поступили, без законных оснований, договорных оснований, они подлежат возврату на основании неосновательного обогащения. Но в данном случае это уже не фабула, это отдельные исковые заявления. К этому делу не имеет никакого отношения. Истребовать дело и запрашивать движение денег куда-либо не имеет никакого основания. У вас все? Да, спасибо. Судебное заседание отложить на 1 февраля 14 часов 15 минут. Вызов лиц, участвующих в деле, повторить. Судебное заседание опыта. Судебное заседание